Приветствую вас, дорогие друзья! Я рад, что мы вместе с вами снова можем изучать Священное Писание. И прежде чем мы откроем новую тему, я предлагаю помолиться. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты даёшь эту уникальную возможность сегодня изучать Библию вместе с Тобой. Дай нам особого влияния, понимания Твоих слов. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня я хотел бы с вами затронуть тему, которая будет называться «О чём ты жалеешь сегодня?». И хотел бы рассказать вам одну историю, которая произошла давно. Её начало начинается в 1930 году в Боливии. Один молодой бизнесмен по имени Альфред имел самый крупный магазин в центре города. Его знали абсолютно все, этого молодого человека. Тесть этого молодого человека был посол в Боливии. И фактически для Альфреда сулило знаменитое будущее и в политике, и в бизнесе. И вот однажды его тесть, сам того не подозревая, предложил Альфреду почитать книгу. Он сказал, что мне эту книгу дал сапожник, сапожнику дал разносчик книг. Дело в том, что у меня нет времени её читать, и если хочешь, на, почитай эту книгу. Альфред взял эту книгу. Книга называлась «Великая борьба». И он прочитал эту книгу, по его свидетельству, потом практически за один присест. Ему понравилась очень эта книга, и фактически после того, как он её прочитал, его жизнь полностью поменялась. Он начал искать церковь, которая была описана в этой книге. Он нашёл её, изучал Библию, принял крещение со своей супругой. Оставил бизнес, понимая особую нечестность, которая там была. Его бросили друзья. Он фактически материально обнищал, но он поступил в Аргентинский Духовный Институт и впоследствии стал служителем. Прошло время, и через 45 лет один человек задал ему вопрос. «Альфред, ты никогда не жалел о том выборе, который ты сделал в своей жизни?» «Потому что ты мог бы стать знаменитым и богатым человеком». На что Альфред, не задумываясь, ответил чётко и ясно. «Нет, никогда. Потому что то, что я уже приобрёл, намного больше, чем то, к чему я стремился и чего я мог достичь». Хотел бы, чтобы мы сегодня задумывались, о чём мы сегодня жалеем и о чём не жалеем. В принципе, жалели ли вы о чём-либо? Я думаю, что ответ будет однозначен для всех нас. О чём мы больше жалеем? О том, что сделали для Господа или то, что сделали против Господа? Подумайте над этими риторическими вопросами. Как мы жалеем до того, как сделали что-либо? Или планируем что-то сделать? Или вообще что-либо не сделали и жалеем, что не сделали? Или после того, как уже сделали? Давайте приведём такую банальную ситуацию, жизненную. Представьте себе, у вас в кармане или в кошельке купюры 20 гривен и 50 гривен. И к вам подносят кошёлочку, сборщик, приношение десятин в церкви. И вы в замешательстве быстро думаете, какую купюру вам положить? 20 гривен или 50 гривен? 20? Вроде бы мало. 50? Жалко. И ты кладёшь эти 20 гривен и потом жалеешь. Почему я не положил больше? Или ещё более трудная ситуация. Ты в кошелёк, а у тебя там купюра только 50 гривен. А ты хотел положить меньше. И тебе неудобно, и ты уже кладёшь эти 50 гривен. И снова ты жалеешь. То есть вот в такой ситуации. Вы знаете, у меня тесть любит говорить такие слова. Если о чём-то сомневаешься, не делай. Но если уже сделал, не жалей или не сомневайся. Вы знаете, в нашей жизни мы часто жалеем о том, о чём не надо было бы жалеть. И бывает, не жалеем, к сожалению. Хотя можно было бы попереживать. Что я имею в виду? Например, просидели вы вечером, просмотрели фильм, а то и два. И ложитесь спать спокойно, не жалея о том, что вы просто не смогли прочитать Библию. Или наоборот, просидели где-то в интернете, где-то в соцсетях, пролистали картинки, видео, думали пять минут, прошло полтора-два часа. Или в каких-то чатах, общаясь. И потом ты просто в изнеможении ложишься спать, не прочитав Библию, не поразмышляв. И ты понимаешь, что надо было бы об этом пожалеть. Но наступает тот момент, когда ты уже об этом и не жалеешь. Знаете, мне попалась одна интересная цитата из книги «Ключ к выходу из всех затруднений». Так вот, там написаны такие слова. «Вы можете пожалеть, проводя слишком много времени с другими людьми, но никогда не пожалеете, что проводите слишком много времени с Богом. Постарайтесь найти с Богом время, чтобы побыть с Ним наедине каждый день». Никогда, запомните, никогда христианин не пожалеет, что он очень много времени провел с Богом. Но когда мы проводим много времени бессмысленно, мы будем всегда об этом жалеть. Как-то мне попался тест, проверка, насколько ты настоящий христианин. И там было такое простое предложение. Если ты готов потратить себя в трех сферах – деньги, время и силы. Если ты готов в этих трех сферах потратить себя для Господа, то ты настоящий христианин. Подумайте об этом, поразмышляйте. Так все-таки, давайте постараемся ответить на вопрос, о чем мы жалеем больше всего? То, что сделали для Господа, или то, что сделали против Господа. Я вам хотел бы предложить для сравнения два библейских отрывка. В них два главных героя. Они очень знамениты в Библии, и я хотел бы их сравнить вот именно в этой ситуации. Это Давид, царь, и Авраам, патриарх. Давайте прочитаем сначала вторая книга «Царств», двенадцатая глава, с первого стиха. В одном городе были два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота. А у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую, и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила. И на груди у него спала, и было для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или валов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду, ты тот человек». Вторая история, или второй отрывок, я прочитаю сразу, записан в книге Бытие, 22 глава. Я думаю, что для вас он тоже знакомый, этот отрывок. Это когда Бог предложил Аврааму принести в жертву своего единственного сына. И вот Авраам собрался в дорогу, взял своего сына Исаака, подходит к горе, оставляет слух, и вот практически начинает приносить его в жертву. Написано так. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей наутрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овец, запутавшийся в чаше рогами своими, Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благоставляя, благоставлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благоставлят со всеми твоими, все народы земли, за то, что ты послушался гласа моего». Давайте сделаем небольшое такое сравнение вот этих двух отрывков двух людей Авраама и Давида. В одной и во второй истории описана овечка, которая должна была быть принесена в жертву, или была принесена в жертву. В первой истории с Давидом мы видим, что это была овечка, которая была дома, ее кормили, она была единственная, ее в конечном итоге забрали и принесли в жертву. Это была притча. Во второй истории овечку, которую увидел Авраам и тоже принес в жертву. И там, и там была принесена в жертву овца. Фактически и тот, и тот пример является образом на Иисуса Христа, жертва овечки. Даже в притче, потому что это похоже на пасхальную овечку, которая должна была быть дома с детьми, и которую потом приносили в жертву. Один такой момент. Второй такой момент. У Авраама вместо сына человека умерла овца. У Давида или у богача вместо овцы, помните, это была притча, умер у рехи тиянин, человек, а потом и его же сын Давида. Следующий такой момент. Написано, богач, обратите внимание на это слово, дословно из Библии, пожалел из многочисленного стада для Господа одну овцу и в конечном итоге потерял сына. Авраам, написано, не пожалел сына своего, единственного, и приобрел благословение огромное-огромное многочисленное потомство. Дорогие друзья, часто так бывает в жизни, то, что ты жалеешь потратить, ты теряешь. А то, что ты тратишь, не жалея для Господа, ты приобретаешь еще и во сто крат больше. Если мы жалеем сегодня душу свою, Библия говорит, что мы можем ее потерять. Если написано, мы не потеряем для Господа души своей, не пожалеем для Господа души своей, то мы ее приобретем для жизни вечной. Конечно, когда мы читаем эти истории, мы себя больше сравниваем, наверное, с Давидом. Потому что мы тоже бываем жадными людьми, нам что-то жалко. И вот как Давид так поступил, нам очень близко эта история. Но, дорогие друзья, давайте тогда будем последовательны. Если мы поступаем как Давид, или нам нравится герой Давид, то и в конечном итоге мы должны дальше поступать так же само, как Давид. Интересно, когда ему пришел Нафан, пророк, то Давид сделал определенные действия, очень важные действия, которые мы тоже должны сегодня делать и повторять. Конечно, он пожалел и очень пожалел о том, что сделал. И вот 50-й псалом описывает реакцию Давида на слова Нафана. Смотрите, что происходит. Написано псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Дорогие друзья, Давид после этого поступка никогда не жалел овец для Господа. Столько, сколько он принес овец в жертву, наверное, никто больше так не приносил. Но он понял одну важную истину, что для Бога не так важны овцы, как важны сами мы. И дальше он пишет такие слова «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, и всесожжение не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь Божий». Дорогие друзья, если у вас еще возникает такое состояние души, что вам что-то жалко для Господа, вспоминайте слова и те действия, которые сделал Господь. Тот, который, написано, сына своего не пожалел, как с ним не дарует нам и всего. Пусть эти слова библейские, пусть это истина, обетование сегодня поддержит нас в состоянии, когда мы колеблемся и что-то нам жалко для Господа. Пусть Господь благословит, чтобы мы не жалели в этом направлении, а жалели только то, что мы сделали против Господа. Пусть Господь благословит нас в этих размышлениях. Аминь. Давайте мы помолимся в завершении. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты сегодня не жалеешь для нас ничего. Ты даже не пожалел сына своего. Ты знаешь, Господи, что есть состояние души, когда нам что-то жалко в этой жизни, мы что-то жалеем, потратить для Тебя, для других. Помоги, Господи, не жалеть об этом. Помоги жалеть о том, что мы сделали против Тебя. Благослови, чтобы мы имели этот дух покаяния и дух посвящения. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров